Всем здорово, чуваки! Вы когда-нибудь задумывались, возможно ли обыкновенный цветной фломастер обесцветить? Либо какую-нибудь шайку в ручку, или еще что-то? Вот мы сегодня задались этим вопросом и хотим это проверить. Но перед этим я бы хотел попросить вас подписаться на этот канал, потому что вы по-любому забудете, я этого знаю. Поэтому спускайтесь прямо сейчас под это видео, найдите красную кнопку подписаться, она прям яркая такая, нажмите на нее, сделайте ее серой, и вы станете нашим подписчиком. Но если вы подписаны, вы красавчики! Давайте я вам для начала расскажу, что мы сегодня хотим обесцветить. Это вот такие вот обыкновенные ручки, самые дешевые, которыми везде пользуются, например, на учебе. Также у нас есть еще вот такие вот гелевые ручки, они немножко отличаются, потому что у них внутри гелевая паста. Я думаю, вы также ими пользовались, знаете, что это такое. Также есть у нас еще набор фломастеров разных цветов. Я знаю, что внутри здесь используется краска, поэтому по-любому должно с ними что-то произойти, и как-то, не знаю, должны они обесцветиться. Но также есть еще и набор карандашей. Вот с ними нам уже как-то посложнее представить, возможно ли как-то их обесцветить, что с ними может произойти, вообще без понятия. Ну и также есть еще вот такие вот мелки. Разные зеленые, синие, красные, белые. Ну, белые мы не будем обесцвечивать, потому что они белые. Ну и также узнаем, что с ними произойдет. Ну и как вы думаете, чем мы все это хотим отбелить? Я думаю, в этом предложении вы уже услышали ответ. Это белизна. Она предназначена для отбеливания тканей, мытья посуды, облицовочной плитки, пластика, унитазов и мусорных легер. Но ничего не сказано про ручки, фломастеры и мелки. Но мы же всем любим пользоваться не по назначению. Именно поэтому мы здесь и собрались. Вот как вы думаете, что из этого всего у нас сегодня получится отбелить? Обязательно напишите в комментариях свои предположения, ну а мы сейчас узнаем. Для этого нам понадобится 5 прозрачных стаканов для каждого из пишущих предметов. И сразу, я думаю, стоит залить белизну в каждой из этих стаканчиков. Заливаем. Это похоже на кокосовое молочко. Так, поровну заливаем все, чтобы у всех было все одинаково и объективно. Давайте я на тетрадке наглядно покажу, как пишут наши предметы. Возьмем одну красную и одну синюю. Давайте напишем циферку 1. Это будет обыкновенная ручка. И делаем вот такую черточку. И то же самое красной ручкой. Далее берем гелевую ручку. Также красную и синюю. Гелевая ручка у нас будет под цифрой 2. Также делаем черточку. И то же самое красной ручкой. И далее фломастеры. Берем один красный и один синий. Цифра 3. Это у нас фломастеры. Также делаем черточку синим. И черточку красным. также берем карандаши красненький и синенький и делаем черточки по цифре 4 а для мелков у нас есть специальная дощечка так открываем коробочку и выбираем красный цвет делаем черточку красным а вторую черточку также синим мелком ну что все у нас пишет замечательно осталось только погрузить все это в нашу белизну начнем например с мелков карандашики то же самое делаем с фломастерами ну а с ручками у нас все посложнее потому что их нужно разобрать и тут что-то как-то странно паста перетекает я ни разу таких ручек не видел гелевых на самом деле так у нас есть плоскогубцы и аккуратненько сейчас это вытаскиваем а я давайте именно такой стержень и опустим белизну красненький и опускаем белизну и то же самое делаем с обыкновенными ручками и вот таким образом мы кладем это также белизну осталось только ждать ребята а вот сколько ждать давайте узнаем у нашей бутылки тут написано выдержать в растворе при комнатной температуре 60 минут ну что ребята давайте достанем все что у нас есть наших стаканах по очереди начнем смело по моему цвет никак не поменялся даже стало как-то намного насыщенней и красный так далее у нас идут карандашики слушайте ну вообще ничего не поменялось ну хорошо давайте оставим так вдруг они будут писать совсем по-другому фломастеры тут явно видно что синий стал намного светлее вот с красным как раз ничего не произошло так ну вот стержни от ручек гелевых давайте достанем плоскогубцами красный опять же очень светлый синий стал тоже гораздо светлее но не особо так ну и последнее это пасты ничего не стало светлее на мой взгляд но я думаю это покажут тесты по итогу мы имеем ребята то что красный посветлел умело у карандашей вообще ничего не изменилось у фломастеров только синий светлый а у ручек красный но перед тем как проверять как будут писать наши предметы для начала нужно их высушить потому что иначе мы не сможем их затестировать поэтому давайте подождем еще минут 20 слушайте ребят насчет 20 минут я погорячился на самом деле сохло все гораздо дольше и нам потребовался примерно час например мел мы даже на батарею ставили что он быстрее высох но сейчас осталось проверить только самое главное как эти предметы все пишут давайте мы будем начинать опять же смело пойдем по порядку после высыхания он вообще никак не изменил свой цвет голубой как был так и остался и так как мы помним вот наша черточка была изначально давайте посмотрим что сейчас происходит не сказать что цвет изменился на самом деле он стал чуть чуть темнее возможно потому что все-таки мел чуть чуть не до конца досох но синий цвет остался синим у красного наглядно уже видно что вот полосочка идет здесь более красный он а здесь уже прям белый черточку делаем раз два нет но он стал светлее явно светлее как это вообще работает ну факт остается фактом давайте перейдем сейчас карандашам мне вот очень интересно поменяли они цвет или нет потому что грифель не изменился вообще никак посмотреть красный насыщенный синий насыщенный хотя синенький немножко зелененьким отдает как мы помним по цифра 4 у нас был вот синенький давайте с него начнем и один это вижу посмотрите он стал не синий этот цвет теперь цвет тетради посмотрите сейчас приложу ну почти очень похоже но это явно отличается от того что было смотрите был прям синенький такой а сейчас стал более зеленый все таки отбеливатель немного но изменил цвет вот такого синего карандаша хотя на первый взгляд этого и не скажешь но давайте посмотрим что будет с красным чем сейчас будет желтым рисовать или что так давайте посмотрим удивимся мы или нет сейчас красным пишу он разваливается еще разочек но нет красный как был так и остался красным хорошо но что насчет фломастеров мы их специально закрывали потому что как вы знаете если фломастер открытым оставить но просто высохнет поэтому мы этого не допустили колпачки есть поэтому они должны писать сто процентов начнем синего также я уже наглядно вижу что здесь явно не синий цвет это точно цвет тетради посмотрите очень похоже впрочем как и с карандашом было очень похожий цвет давайте посмотрим как он пишет а он не пишет но хорошо давайте разберемся теперь с красным фломастером но стержень здесь уже явно очень красный давайте посмотрим нет походу с маркерами белизна действительно работает хотя стержень у красного остался насыщенно красным а у голубого стал к это зеленоватый очень странно ничего не пишет я не знаю почему ну ладно давайте это оставим факт остается фактом белизна действительно не дает работать этим маркером убирает у них краску каким-то образом непонятным но давайте перейдем сейчас гелевым ручкам как вы помните когда мы доставали эти стержни из белизны синий был немного светлее а красный вообще был белым но сейчас после высыхания почему-то они опять стали насыщенными очень странно мы не будем вставлять эти стержни обратно в ручке потому что паста может затечь сюда и тем самым мы не поймем эффект белизны поэтому давайте тестить так помним по цифре 2 гелевая ручка давайте рядом с красным будем писать о слушай напишет но очень светло такое еще не кому-то это обычная ручка но что насчет синие ручки ведь у нас синим цветом обычно к эта фигня происходит давайте ее за тестим опять не пишет но она светлая стала явно светлая то есть она не такая насыщенная не такая жесткая как до этого была получается с гелиевыми ручками белизна работает но эффект очень слабенький ручки становятся чуть-чуть светлее и все если их обратно вставить свои стержни то они также по-прежнему будут писать как и обычно ну и последнее это обыкновенная ручка и пока мы ждали пока высохнут все наши пишущие предметы мы брали вот эти вот маленькие стержни в них оставалось немножко пасты и мы их просто исписывали по максимуму пока она не закончится давайте вам наглядно покажу что в этих стержнях действительно нет пасты вот так вот берем оба стержня какой-то из них был красный какой-то синий и пишем вот так вот ну чуть-чуть там что-то остатки были но все она теперь не пишет и то же самое с красным красным и видимо исписали еще лучше потому что там вообще ничего нет давайте при помощи плоскогубцев ставим эти стержни обратно и второй готов это чтобы начало писать просто я так делаю так как все-таки кончик пасты здесь находился в белизне значит он первый и начнет писать по идее должен быть какой-то эффект давайте проверим давайте начнем рядом синий пишем 1 2 3 ну по-моему ничего не изменилось вообще она как писала так и пишет теперь красный то же самое этим ручкам пофиг на белизну скорее всего потому что паста который находится внутри не растворяется в белизне поэтому и пишут они отлично до сих пор но по итогу ребят на мой взгляд самый интересный эффект был синим карандашом потому что он поменял свой цвет на зеленый ну а какой эффект понравился вам напишите в комментариях но если для вас этот ролик был полезен и интересен обязательно ставьте много-много лайков внизу подписывайтесь на канал не забывайте это сделать красная кнопочка сами знаете всем спасибо